И вот как раз про Масленицу дальше речи пойдет в нашей программе, потому что здесь, в этой студии, у нас появились гости, которые все знают про Масленицу и поднимут вам совершенно точно настроение. Итак, с огромным удовольствием мы прямо сейчас их представим. Это ансамбль народной песни «Лазуревый цвет», город Челябинск, неоднократный победитель международных всероссийских региональных областных и городских фестивалей и конкурсов. Ансамбль создан в 2017 году. Руководитель Ольга Корнеева, солистка Светлана Синченко и балалайка у нас Леонид Туфлинков. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Пришла Масленица к нам. Это значит быть блинам. Быть любви и быть добру всем раздайте по блину. Это прекрасно. Прекрасные блины, красивые. Ставьте их, чтобы вы их увидели. Масленица наступила и очень много традиций с ними связаны. Какие традиции основные? Расскажите нам, пожалуйста. Масленица – это всеми любимый и широко праздноваемый праздник. Корни его уходят еще в язычество. Наши предки славяне, они почитали солнце как бога. И праздновали в день весеннего равноденствия этот праздник. Угощали блинами всех. Также традиции сохранились и дошли до наших дней. Это называется сырная седмица, когда все люди пекут блины, ходят друг к другу в гости, празднуют, веселятся и встречают весну, провожая зиму. Сырная, потому что она будет очень насыщенной и питательной, да? Да, конечно. Обязательные угощения на столе – это сырные блины, маслом, сыр пекли. Не сыр пекли, а блинчики делали. И вот из-за этого называется сырная седмица. А вообще, скажите, со временем как-то традиции какие-то изменились? Или, может быть, они приобрели другой характер? Что-то произошло? Ну, конечно, традиции, они сохраняются, они чтутся традиции. Обязательно мы должны их знать, да, передавать своим детям, да, обязательно, чтобы все знали и почитали наши вот народные традиции. Ну вот перемены есть в традициях? Все-таки новое что-то произошло? Новые масленичные традиции. Ну да, какие-то новые гуляния, песни поются новые, да? То есть сочиняются они до сих пор, да? Да, конечно, да, авторские песни. Вот у нас как раз один, мы вот готовимся к масленице, и Виктор Артемьев нам подарил замечательную песню «Эх, масленица, красавица». Вот так что обязательно это все почитается. Я думала, еще из новых традиций это не натуральную икру, а восстановленную. Имитированную. Да, ну а что делать? Это тоже приметы времени. А если говорить именно про игры, то какие-то появляются новые или нет? Или вот исконно те, которые были раньше? А какие вообще традиционные игры на масленицу? На масленицу катались на санях, да, играли в снежки, перетягивали канат. Да, устраивали кулачные бои. Так. А, кулачные бои, да, знаменитые. Но это же в районе прощенного воскресенья? Да, это уже ближе. Или на протяжении всей недели масленичной? Ну вообще чаще кулачные бои проводились именно в среду. А это назывался день лакомка, когда устраивали кулачные бои, и когда теща приглашала своих детей к себе на блины. Своих побитых детей. Ну это в процессе уже происходило, видимо. Скажите, а вы все эти традиции соблюдаете? Вы вот ходите друг к другу в гости, угощаетесь блинами в том числе? Конечно, стараемся, да. Мы, да, стараемся обязательно все традиции сохранять, рассказывать своим детям, для того, чтобы они тоже знали, росли в этих традициях, своим детям передавали, рассказываем об этом. Потому что это очень важно, знать свои традиции. Мы очень хотим, чтобы вы еще и спели, но прежде чем вы это сделаете, расскажем нашим телезрителям о том, как приготовить для детей специальные детские блины. Как и обещали, конечно же, музыка обязательно сегодня прозвучит, потому что масленица все-таки начинается, и неделя должна быть не только с блинами, но еще и с песнями. Итак, лазуевый цвет и народная песня «Как по горкам, по горам». Белый лебедь летал, белый лебедь летал, лебедушку выкликал. Лебедушка выходила, со лебедем говорила, лебедушка выходила, со лебедем говорила, невестушка услыхала, отцу матери сказала. Как отец, да и мать, пошли лебедя гонять. Как наш лебед собрался, оперился, поднялся, полетел наш лебедик, по вдоль улицы один. Гляну, гляну, молодец, на высок новый крыльц. Гляну, гляну, молодец, на высокий крыльц. Гляну, гляну, молодец, на высокий крыльц. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!